Модернизация производства, замена устаревшего технологического оборудования на самое современное и повышение качества – задача номер один для любого предприятия, если оно собирается успешно работать на рынке и конкурировать с коллегами. В Грудненской области типографии этой мечтой жили давно, а осуществили ее только в этом году. Для этого пришлось даже цех перестраивать со своей специальной вентиляцией и теплом. Такие условия создавались для полиграфической машины новой генерации германского производства. 10 тысяч высококачественных офсетных оттисков в час – такова производительность этого шестикрасочного комплекса, занявшего десятки метров почти весь периметр здания. А управление – сложнейшие компьютеры и электронная начинка, с которой уже успешно справляются после специальной учебы специалисты типографии. На сегодняшний день, конечно, когда типографию отмечают свои 70 лет, то есть был первый приказ о создании областной типографии 31 августа 1945 года. И по сравнению с этот пройденный путь, конечно, это большой путь развития типографии. Сегодняшние машины, которые мы видели, позволяют делать продукцию конкурентоспособную не только в республике, но и за ее пределами. Сегодня эта машина три раза практически увеличила производительность труда. Сегодня эта машина позволяет делать высококачественную продукцию. Коллектив понес очень большие затраты на приобретение, на ремонт этого цеха. Все это сделано за средства, заработанные типографией. То есть денег из анационного фонда, посторонних денег в этом процессе не участвовало. Типография до конца не завершила еще свой проект. Впереди у нас установка нового пресса для конгрева и тиснения, который будет стоять вот на том месте, где располагается сейчас готовая продукция уже. Это впереди. Это позволит в конечном итоге увеличить производительность труда в типографии раза в три. Объем в денежном выражении, считаю, что мы сможем достигнуть 8-10 миллиардов. Это как бы не предел. Новая техника и высокое качество сразу обратили на себя внимание крупных заказчиков. Несколько республиканских журналов уже прописались печататься в Гродно. А модернизация типографии продолжается. Идет наладка новой вырубной машины, которая будет работать в комплексе с рапирой. Установили машину производства Южной Кореи, Йонгшин. Машина называется автоматически высечной пресс. На данный момент мы производим наладку машины на вырубку сигаретной пачки для Гродненской табачной фабрики. Я считаю, что у Гродненской типографии с приобретением этой машины уровень очень высокий за счет того, что машина полностью автоматизирована, способна дать скорость до 8 тысяч листов в час. И то, что ручным способом, либо каким-то не автоматизированными старыми машинами добиться просто невозможно. На данный момент Гродненская типография является лидером, по моему мнению. Накануне Дней Белорусской письменности такое признание особенно приятно слышать. Но о коллективу типографии есть шанс теперь стать новым центром изготовления глянцевых журналов и другой престижной продукции для всей страны. Я хотел бы в этот день пожелать крепкого здоровья всем работникам типографии Гродненской, ветеранам, которые участвовали в процессе производства, которые на сегодняшний день также наблюдают о том, как типография развивается и как типография сегодня живет. Надеюсь, что мы этот праздник, конечно, отметим более широко и пригласим сюда всех, кто принимал и кто работал на Гродненской типографии. Спасибо всем за тот труд, который вложили и в этот цех, и в это производство.